Улыбайся, улыбайся, вместе с нами, огромному миру, хорошее утро, хорошее утро! Привет, друзья! Доброе утро! Это самое хорошее утро на Кубань-24. Новый день начинается, весна, еще четвертое число. Это что значит? Это значит три-четыре. Масленица! Друзья, вот такой древнеславянский праздник, который длится целую неделю. Символ, ну, конечно же, блины. Принято устраивать народные гуляния, петь, танцевать. Кататься на санках, но только не в случае Кубани, конечно. А мы можем петь и танцевать, хотя бы этого у нас никто не сможет отнять, друзья. Но на самом деле, еще и 8 марта выпадает на Масленичную неделю. Непонятно, что будут дарить мужчин и женщинам. Надеюсь, не сковородки. Да, и не блины. Хотя блины было бы здорово. Не, блины нормально, хороший подарок. Но вот еще замечательное событие, приуроченное к нашей Масленице, к нашему 8 марта, создали работники авиакомпании. Одной авиакомпании. Но заграничной, не нашей, зарубежной. И так вот подгадались с событием. Да, что нужно сделать и что вы за это получите. Короче, целый год, год, правильно я не ошибаюсь, целый год, вы будете летать бесплатно. Этой авиакомпанией. Представляете? А здесь нужно всего ничего, удалить все фотографии из вашего инстаграм-аккаунта. Где мой телефон? Хочется сказать мне прямо сейчас, куда вы его положили, друзья. На самом деле, да, сделать это можно. На этой неделе до 8 марта принимаются заявки. Инструктаж. Удаляете все фотографии из инстаграма. И выкладываете всего одну. С местом, куда хотите полететь. Или с человеком. К которому хотите прилететь в другую страну. Например, отправляете на сайт этой авиакомпании. Все можно найти в интернете. И в инстаграм подписываете определенный хэштег. Таким образом, вы становитесь участником розыгрыша. И трое, три человека, до 8 марта, кстати, объявят победителя. Надеемся, что это будут девчонки. Получат в подарок годовое бесплатное летание на любых самолетах. В любую точку мира, но только в определенной авиакомпании. По-моему, круто. Ой, вообще, да, сплошной позитив, друзья. Вообще, много позитива вокруг. И этот позитив мы можем создавать себе сами. Вот, например, так делает Джордж. Один Джордж. Парень из Америки. Да, из Америки. В общем, история такая. Мужчина вызвал себе таксист. Совершенно обычное. По какому-то обычному сервису. И к нему приехал самый потрясающий таксист в мире. Почему он потрясающий? Потому что он предложил ему своеобразное меню сразу, друзья. Такси меню такое. Во-первых, там было написано. Не еда, не еда. К сожалению. Напитки не предлагал, еду тоже. В самом начале этого текста было написано. Я за вашу безопасность, поэтому обязательно пристегнитесь. А также у меня есть зарядки для любого вида смартфонов. Поэтому незаряженным ваш телефон не останется. Но это не все. Это не все, да. Также я могу рассказать вам стендап. Как пишет Джордж. Я расскажу что-нибудь веселое. Но во всяком случае, мне оно таким кажется, друзья. От тюремных историй до самых бытовых. Да. И советует никогда не делать татуировку с именем любимого человека. Это тоже все в меню написано. Цитата. Также второй вид поездки. Это поездка в тишине. Третий пункт, который можно выбрать. Терапевтическая поездка. Если у вас что-то накопилось на душе и вам некому рассказать, вот Джорджу выкладывайте все как на духу. Ой, а мне нравится жуткая поездка. Это вот когда вы сидите, а водитель просто ведет машину молча и просто смотрит на зеркало заднего вида, на вас вот так вот подглядывает с самым страшным выражением лица и иногда поворачивается с таким выражением лица и молчит. Есть еще один пункт, да, грубая поездка. Джордж пишет, я буду вести себя настолько грубо, настолько, насколько это возможно. Я же начала заикаться, это все после жуткой поездки. Вы меня представила таксиста, который смотрит на вас в зеркало. Ну, по-моему, круто. Очень круто, молодец, Джордж. В соцсетях все обсуждают. Да, он вообще молодец. Я советую всем российским таксистам взять себе в пример вот такое меню. А что? Ну, нет, это, конечно, классная идея, но на самом деле не все могут разговаривать легко с людьми. Вот так вот легко взять и просто отдать меню какое-то, рассказать стендап или историю какую-нибудь. Ну да, на самом деле ты права. Это очень сложно. Страх публичных выступлений, он есть у каждого второго, наверное, человека. А вот у нас в хорошем утре есть человек, который поможет с ним справиться. Зовут ее Янина Милейко, специалист по технике речи. Смотрим. Доброе утро. Сегодня поговорим о ваших страхах. Точнее, о страхе публичного выступления. Кстати, по статистике он входит в топ-5 человеческих страхов. И это неудивительно, потому что вся система нашего мира восприятия оценочная. Масло в огонь подливает оценочная система воспитания. Поэтому нам так страшно получить отрицательную оценку во время выступления. Как нашей личности, так и самого выступления. И в целом можно сказать, что наш страх оправдан. То есть волноваться перед выступлением – это нормально. Самое главное, чтобы это волнение не перерастало в панический страх. Что такое страх? Это прежде всего повышение уровня адреналина в крови. И именно он дисгармонизирует наше физическое и умственное состояние. Мы начинаем волноваться, трястись, испытывать дрожь в разных частях тела, краснеть, потеть, заикаться. И все выступление превращается в мучительное испытание. Самый простой способ справиться с повышенным волнением – это перенасытить свой организм кислородом. Идеально, если это сделать на улице или у открытого окна. Для этого нужно сделать от 15 до 30 глубоких объемных вдохов и выдохов. То есть мы наполняем всю зону легких воздухом через медленный вдох. И потом очень медленно выдыхаем. Само сосредоточение на этом процессе снимет первичный стресс. Ну а переизбыток кислорода разбавит адреналин в крови. Кстати, этот способ можно применять не только перед публичными выступлениями, но и в любой стрессовой для вас ситуации. И он обязательно поможет. Хорошего вам утра и легкого общения. И Нина, спасибо большое. Очень-очень ценные советы. Друзья, ну а у нас впереди сытная, развеселая неделя. Будем есть очень много блинов. Очень много ни в чем себе не отказывать. Но сегодня же понедельник. И каждый понедельник у нас такой спортивный. Мы обязательно делаем зарядку. Сегодня мы решили познакомить вас с новым таким направлением. Это ушу. И Ниночка так обрадовалась, что в честь таком события стишок сочинила. Ниночка, давай, Нина. Слушайте. Давай. Прямо с утра блин укушу. А чтоб не толстеть, позанимаюсь ушу. Ура! Совсем скоро. Друзья, как и обещали, прямо сейчас проведем самую необычную зарядку в вашей, ну в нашей точно жизни. Ушу! Да, друзья, в гостях у нас Марина Семержанец, старший тренер Центра Спортивного Ушу. Нихао! Нихао! Доброе утро. А научите нас здороваться сразу. Пожалуйста, давайте. Нихао, это по-китайски. По-китайски, да, здравствуйте. Как? Да, держим меч. Держим меч. В левой руке. Да. Да, отлично. И правая ладонь. Ладонь джан, да. Ладонь джан. Ладонь джан. Это что-то из армянского. Да. Да? Ну, наверное, где-то похоже. И сильное движение от себя. Нихао, друзья! Нихао, нихао, ребята, доброе утро. Всем доброе утро. Расскажите, пожалуйста, сегодня мы сможем хоть чему-то научиться? Да, да. Я бы хотела, да, как раз научить вас базовым движением. Это меч Дао, один из древних мечей, меч воинов и самое древнее, наверное, искусство. Поэтому... Здорово. Давайте что-нибудь начнем. Давайте. Базовые вращения. Начинаем, да. Так. Меч на вытянутый руке. Как далеко друг от друга нужно стоять? На расстоянии вытянутого меча. Ты-то по мне все равно в таком положении. Первое движение мы разрубаем, разворачиваем кисть и проворачиваем меч. Вот так, да? Да, да. Давайте еще раз. Раз, два. И провернули. Да. В этот момент руку отпускаем, держим только двумя пальчиками. Так. А дома можно тренироваться с чем-то? Конечно, конечно. Очень полезно. Самое главное, чтобы потолки у вас были повыше. Да. И квартира побольше. Разрубили одним движением. Молодцы. Еще раз. Снимает стресс. И еще раз. Представили кого-нибудь, вот кого вы не любите? И разрубаем. И так пробуем. Проворачиваем. И перед собой. Раз. Повернули запястье в другую сторону, прокрутили меч перед собой. Ага. Ага. Все, не так уж и сложно. Слушайте, Марин, а вот, знаете, у меня ушу в школе было как предмет. Отличный, молодцы. Обязательный, да. Я помню, когда мы совсем маленькие первоклассники шли на первую тренировку, мы думали, что мы сейчас будем драться. И когда мы пришли, мой тренер, который, кстати, тоже звали Варина, она сказала, нет, ребята, ушу – это не про драку. Про что ушу? Вы знаете, существует более 300 видов разновидностей ушу, в том числе есть и боевой ушу, драка, есть внутренние стили. И у нас, конечно, это спортивное ушу больше идет как гимнастика, да, красивое боевое искусство. Так, мы готовы изучать следующее. Давайте, разберем следующее вращение. Меч поднимаем, поворачиваемся, то же самое, проворачиваем запястье и убираем за спину. Ага. Поворот в другую сторону, отпускаем, вращение перед собой и сильный прокол. Опа! Ха! Ха! Что-то выдыхать, там что-то кричать. Дыхание спокойное, не зажимается. Обычно, да, когда ушуисты тренируются, они еще читают стихи, чтобы проверялось дыхание, чтобы движения были легкими, свободными. Какие стихи? И мороз, и солнце, и день чудесный. Любые. Дело муха на варенье, вот и все, стихотворение. О! Давайте еще раз. Еще раз. Давайте вместе со мной. Давайте. Раз, раз. Поворот. Поворот. За спину. За спину, сприятали. Повернулись, отпустили и прокололи. Ха! Я вас любил, любовь, еще быть может. Во время. Не, ну во время. А вот если, Марин, дома занимаешься, можно чем-то заменить, допустим, меч? Да я тебе спросила, сказали можно. Ты спрашивала? Чем? Любую палку. Да, можно любую палочку взять, да, все, что есть под рукой. Все, вот теперь понятно. Вот интересно, Маша сказала, если мне не послышалось, у тебя ушу был как обязательный предмет в школе? Это был обязательный предмет, да, уши и плавание. А в Китае как воспринимается это было? Это культура Китая, занимаются в парках, занимаются с младенчества до самого пожилого возраста, поэтому, конечно, это национальный вид спорта и уже идет как культура Китая. С какого возраста изучается? Дети занимаются уши с 4 лет, но оружие они, конечно, берут, да, в более позднем возрасте, когда уже развивается моторика и оружие в том числе способствует развитию мелкой моторики мышц. А ушу это только меч Тао или есть другие? Нет, нет, очень много разновидностей оружия, веера, палки, копья, алебарды, все-все-все, что угодно. Покажите нам еще какое-нибудь упражнение? Давайте, давайте продолжим. Давайте. Давайте мы соберем два движения вместе, которые мы делаем в начале раз. Так. Проворачиваем за спину, поворот делаем от шаг. Ага, еще стойка важна. Выводим меч вперед, да, поворачиваемся. Вращение. И перескоп к себе. Вот эта стойка называется, одна из базовых стойк, стойка мабу, стойка наездника. И когда делаем прокол, мы переходим в следующую стойку, стойка ручника. Мороз и солнце. А руку? Чудесно. Рука назад, да, рука у нас помогает силе прокола, помогает усиливать движение. Ага. Вот так? Так, да. Ну, если все вместе показать, да, будет в среднем тенге. Ух ты. А есть какие-то, ну, пояса, то есть чего-то можно достичь в уши? Да, в спортивном уши есть и разряды спортивные, и данные. И как? То есть устраивается аттестация, да, то есть как бы в единоборстве? Устраивается аттестация, экзамен, да. Есть также соревнования, по итогам соревнований можно получать спортивные разряды. Ну, вот самый первый разряд, да, самый, вот самый-самый, самая первая ступень? Юношеский, юношеский спортивный разряд. Что нужно сделать, чтобы получить? Нужно позаниматься. Да, какое-то время. Растянуть все шпагаты. А, то есть на шпагат можно сесть? Освоить все стойки, да, да, уши очень. И сложный координационный вид спорта, и дает очень гармоничное развитие, потому что надо иметь и гибкость, и силу, и выносливость, и координацию. Все-все-все-все-все, и тогда будет получаться красиво уши. Марина, мы предлагаем еще раз показать то, что, хочется сказать, мы выучили, но нет, то, что вы знаете, а мы попробуем повторить. Давайте, давайте вместе. Давайте. Помедленно. Поворот. Прокрутили мяч за спину. Сделали отшаг. Вытащили мяч. Развернулись. Да, показали рукой, куда мы будем делать вращение. Прокрутили мяч. Мабу. Мабу. К поясу и прокол. Ха! Все, накололи ваше плохое настроение. Друзья, Марин, спасибо вам огромное. Если что-то пропустили, если не запомнили всю комбинацию, заходите на сайт kumanji4.tv. Прямо сейчас у нас факты спорт, факты погоды, просто факты. А потом возвращаемся в студию. Хорошего утра. И тут, да, много интересного будет. Много и есть, да, по-китайски и еще кое-что. Да. Просыпайся, улыбайся, вместе с нами, огромному миру. Хорошее утро, хорошее утро. Доброе утро, дорогие, любимые, самые лучшие зрители. Хорошего утра. Просыпаемся. Просыпаемся мы с Ниной Манчинской и Машей Грасьевой. И если вы заметили, весна так резко ворвалась в нашу жизнь. Сегодня уже 4 марта. Вообще, 2019 год как-то так быстро стартовал. Привет, Нина. Ну, правда, время куда-то летит просто с неимоверной скоростью, и технологии развиваются еще быстрее, чем мы успеваем посмотреть на календарь и удивиться. Да, в Киото в одном из буддийских храмов появился робот. Робот-буддист. Да, который выполняет работу человека, то есть читает проповеди. Первую буквально на днях он уже действительно прочитал. Люди пока непонятно, как его воспринимают, но мы знаем, что стоил этот робот храму примерно 900 тысяч... 100 миллионов йен, да, 900 тысяч долларов. Или 900 тысяч долларов. Это очень дорого. Очень дорого. Непонятно, каким образом будет он, ну не знаю... А как же вот душевное вот это вот все? Это же, ну, буддисты, они же... Ну, есть подозрение, что этот робот создан для того, чтобы просто передавать информацию большому количеству людей, потому что монахи буддистские не справляются с этим. Ну, то есть их там недостаточно много, поэтому потратили 900 тысяч долларов на вот такого робота. Ой, Нинчка, ни за какие бы деньги тебя не променяло. Ну, как можно вот так вот, если человек... Спасибо, Маша. ...правда. Спасибо. Как представлю, аж прям ужас какой. А, ну, я вот, наверное, тоже никогда за 900 тысяч долларов только ездила на ней. Ну, ладно, появилась еще одна очень крутая новая технологичная штучка. Теперь можно передавать звук, звуковые сообщения с помощью лазера. Действительно, сейчас находится эта технология в разработке, но уже она появилась, и можно конкретному человеку или группе людей с помощью сигнала лазером передать звук. Сейчас на 2 метра уже получилось передать, ну, не какую-то речь, речевую заготовку, а именно звук. Вот сидите вы на планерочке, и вам нужно что-то сказать коллеге по секрету. Вы пью, и все, и он все понял. А никто больше не услышал. По-моему, это просто какая-то нереальная система, и работает она там, где есть влажный воздух. А он есть везде, даже в Сахаре. Вот мы с Машей заметили, да, периодически передаем друг другу сообщения и разговариваем хором после этого. Но это не самое крутое изобретение 2019 года. Есть еще невероятное. О, это мое любимое. Друзья, в Японии появился переводчик с мужского языка на женский. Точнее, не так, подождите, вернее, будет так сказать. Приложение предлагало из, значит, мужьям перевод поведения их жен на человеческий. С женского на человеческий. С женского на человеческий. Естественно, общественные шоки, женщины возмущаются. А зря, между прочим, зря. Да, вот очень удобно было бы. Есть даже примеры, которые переводчик транслировал для мужчин. Значит так, к примеру, фраза «женщина бессмысленно оставаться вместе» приложение перевело так, как ты ко мне как относишься вообще? То есть вопрос. Когда мы говорим «бессмысленно нам быть вместе», это значит, что вы должны ответить на другой вопрос. А реплику мне действительно сложно перевел, как «ты должен быть признателен за то, что я делаю». Слушайте, ну 8 марта скоро было бы здорово. Какая удобная штука. Смотри, вот тебе твой молодой человек говорит «Ниночка, милая, что тебе подарить на 8 марта?» А я такая «Ничего не нужно, у меня все есть». А на самом деле, ты думаешь, и переводчик тут же ему переводит, и на телефон желательно присылает. Значит так, милый. Записывай. Ты должен купить мне духи. Так, духи в том магазине. Не важно, что стоят они 15 тысяч рублей. Это твои проблемы. Момба подготовится за вами. А ты сидишь раз и все, скромная такая хорошая. И такая вся скромная зайка. Изобретение классное. Я считаю, такое же, как наши будильники в хорошем утре. Они к нам прилетают каждый день, но сегодня он особенный. Особенный будильник, да, прилетел к нам. А бог его знает, откуда на самом деле прилетел. Непонятно откуда, но он настолько прекрасен, что вам действительно понравится. Пожалуйста, будильник на экран. Вот, посмотрите. Это из одного из зоопарков, где держат пант. Сестра и брат. Брат, конечно же, спит, а сестренка никак не может его разбудить. Она его уже и лапкой. И уже и зовет его, и зовет. И зовет его, и зовет. А он все никак не просыпается. Вот так. Вот такая вот милота. Вы в любом случае должны были проснуться. Но мы с Ниной были в этом просто уверены. Правда, проснулись? Ну милота же, Ниночка. Нина так улыбается, что наверняка тоже проснулась даже еще сильнее, чем папа. А я вот только сейчас поняла, что мы ни разу еще не сказали нашим телезрителям о том, что наступил замечательный праздник. Неделя праздников. То, что Масленица, конечно. Мы просто ждали, когда вы уже будете бодры и веселы. И вот в честь начала Дня Масленицы мы отправили нашего коллегу Андрея Соколова к известному человеку, для того, чтобы он там научился, наконец, жарить настоящие нормальные блины. Алло, Настя Харева научила нашего Андрюшу жарить блины и делать так, чтобы они были самыми-самыми вкусными. Друзья, доброго и хорошего вам утра. Весна, Масленица, просыпается природа. Давайте просыпаться и вместе с нами. Причем, что является залогом хорошего пробуждения? Это, конечно же, вкусный завтрак. Вот именно с такой целью я приехал в гости к замечательной певице, актрисе, композитору, блогеру с недавно времени Алене Стихаревой. Ален, мне доводилось как-то отведать ваших блинов. Я, конечно, тысячу раз сам делал блины, но вот за советом приехал. Что нам нужно? Яйца, сливочное масло, растительное, молоко, мука? Муки 6 ложечек. Обязательно муку нужно просеять, чтобы обогатить кислородом. Молочко мы разливаем как бы на две порции. Сначала полстаканчика и пол-литра. Вот, вода, две ложки столовых сахара, соль по вкусу, щепотка и сода. Я готов. Яйца, потом сахар и соль. И все это немножечко мы дружим. Угу, дружим это? Дружим, дружим, чтобы они подружились. Теперь они друзья без моей помощи. Все, они подружились. Теперь к ним туда отправляем еще одного друга. Мы отправляем туда молоко и муку. Да, прям можно как-либо. Все высыпаем. Добавляем молочка. Все выливаем? Да. Катуни. Оп, есть. А есть ли вариантов, да, много как проверять? Нагрелся из сковорода. Кто-то брызгает ручкой прям. Но мы будем туда наливать воду, поэтому мы в любом случае увидим. Мы наливаем туда немножечко водички. И сюда отправляем соду. Вот это прям новшество, мне кажется, люди должны запомнить. К чему это способствует? Это секретная добавка. А, настоящая? Просто сода. Просто сода. Вот оно закипело, и мы выливаем тоже в тесто горячее. Да, пока перемешаем тесто. Что я хочу ощущать свою пользу? Мы сюда отправляем сливочное масло. Так, можно не жалеть. Ой, как пахнет, а. И чуть-чуть добавляю растительного масла. Ну что, последнее добавляем ингредиент. А, это тоже сюда? Да, это тоже сюда. Ребята, мне кажется, уже пахнет вкусно. Можно уже есть, в принципе. Ну, первый сейчас будет комом. Но не факт. Первый блин. У нас что-то не получается. Это вообще не блин никак. Кто-то когда-то задумался над смыслом этой поговорки. Вот он. Все, можно я сниму? Да. Это коту. Хорошо, мы попробуем сделать сейчас другой фит. Давайте, хорошо. Мне... Ну, дорогуша, не подведи. Все-таки, правда, говорят, все новое, хорошо забытое, старое. Ну, вообще, забыли. А для того, чтобы его легче было переворачивать, у меня есть специальная такая штучка. Вот она здесь. Это специально для блинов. Специально для блинов. Так, раз. И еще очень важный момент. Тесто должно 15 минут постоять. Как бы окончательно подружиться. Вот. Тогда будет все хорошо. Мы просто еще тут первый блин немножечко рановато начали жарить. Я хотел подвинуть. Он немножко отлицает. Он горячий. Вау, ребята! Такие маленькие солнышки. Главное, чтобы друзья посмотрели сюжет. Подкалупывай. Сначала вот так. Нет, нет, смотри. Да, я знаю. Да, да, давай. Оп! Дело мастера, боюсь. Так, аккуратненько. Так, теперь вот. Если вдруг куда-нибудь... Боком вот этой штучки. Боком заходишь туда. Бочком, бочком. Спасибо. О! Так, да. И теперь переворачиваем. Молодец! Браво! Каждый блинный маэстро с чего-то когда-то начинал. Вот это мой первый шаг. Лепота, лепота. Вот такая вот весенняя красота, Лен, у нас получилась исключительно благодаря вам. Просьба к нашим телезрителям. Ну, не забудьте порадовать своих родных и близких вот такой вот вкуснятиной. Блины по-стихаревски. Друзья, это были блины по-стихаревски. А сейчас у нас с Ниночкой будут блины по-китайски. Хотела сказать на китайцам, но забыла. Мы не могли остаться в стороне. И, конечно же, в хорошем утре будем печь блины. Для того, чтобы приготовить необычные китайские блины, нам понадобится сварить стакан риса, все это размешать с мукой, со стаканом молока, стакан сливок 20% и добавить туда соль, сахар по вкусу, а также апельсиновую цедру. И из этого получатся настоящие китайские блины. Мы будем надеяться, что они у нас получатся. Маша, наливай. Поехали! Вообще, эти блины можно сделать и сладкими, и солеными. Абсолютно не важно. У них совершенно другая получается структура. И вот этими блинами, кстати, вы можете удивить своих гостей. Да, у тебя, кстати, он с дырочкой получил. А я специально делаю с дырочкой. Знаешь, почему? Почему? Чтобы красиво было. Я переворачиваю. А, хорошо. Давай. Жарим, как самые обычные блины. Единственное, они получаются чуть более хрупкими из-за риса. Он делает такую консистенцию своеобразную. Опять же, если мы переходим к начинкам, это может быть и банан с шоколадной пастой, и, допустим, лосось, и варенье. Как вам больше нравится? И сметанка. Обязательно. Со сметаной это вообще самые любимые. Все зависит от того, сколько вы соли или сахара к ним добавите. О, Нин, хорошо получается. Смотри. Ну, подожди, не сглазь. Видишь, они очень хрупкие. Ой. Это какой-то злой корок. Давай попробую я. Подожди, они очень-очень хрупкие. Давай. Давай. Вообще, можно делать это... Вместе. Ножом. Давай. Итак. Прилипает штучка. А в какую сторону мы будем... Давай ты. Какая ты. Молодец. Раз, два, три. Опа. Почти, почти. Не совсем и не комом. Ну, первый блин, да, он такой, немножечко скомкан у нас получается. Еще, существует огромное количество советов в интернете о том, как готовить блины, чтобы они получились менее жирными, например. Оказывается, нужно использовать не растительное масло, как мы сегодня, а сливочное. То есть, просто берете на вилочку, накалываете небольшой кусочек, мажете сковородку и получаются менее жирные блины. Хотя, казалось бы... А я, кстати, знаете, что... Ой, извините, получился... Это тебя так что научил делать. Подожди, хочешь сама? В общем, а я, кстати, в блины добавляю кипяток. Вот, прям, перед тем, как начать жарить, просто делайте тесто более густым, и перед тем, как начать жарить, просто берете прям крутой кипяток, который только что вскипел. Только единственное, нужно хорошенько помешивать, и тогда ваши блины будут очень красивые и не прилипнут. И не такие, как у нас. Это странно выложила его. Почему? Ну, кто же так скатывает блин? Блин нужно переворачивать. Вот давай вот этот скатаешь сама. Давай, сейчас я попробую. Кстати, лимонная цедра китайским блинам придает свой такой определенный шарм, а вот рис, кажется, ну, что там, как он может чувствоваться в блинах? Никак. На самом деле, вот когда вы попробуете, поймете, что структура блина абсолютно иная получается. Сковородки какие использовать? Это абсолютно ваше дело, неважно, у каждого своя технология. Также в качестве начинки, может быть... Ха, заметили, да, как я гораздо круче, чем Маша перевернула? А знаешь почему? Потому что первый блинкомок ты специально отдала мне. А он всегда получается таким. Да, блины у вас, мы надеемся, обязательно получатся, потому что масленица и не печь блины просто запрещено. Нельзя. Даже если ты на диете, все равно возьми и несколько блинов съешь, ничего в этом страшного нет. Ну, вообще очень много рецептов полезных блинов. Допустим, вместо яиц частенько... Кстати, к рецепту еще прилагаются куриные яйца, я же про них забыла сказать. Рецепт, допустим, постных блинов, туда вместо яиц кладут банан. И действительно, тесто получается... Ну, его можно поджарить блины. И так, друзья, смотрим. Красота! В общем, мы их сегодня обязательно допечем и надеемся, что вы тоже. Мы поздравляем вас с масленицей, желаем отличного утра. И если что-то пропустили, Кубань24.tv наш сайт. Сейчас факты спорт, факты погоды, просто факты. А потом возвращаемся в студию. Хорошего утра! Доброе утро, друзья! Надеемся, ваше утро начинается с блинов. Вы их сейчас печете, едите, жарите и запивая все вкусным кофе. Мы желаем вам отличного настроения на весь день. Кто мы? Маша Грай и Нина Ванчинская. Это хорошее утро. Всем привет! Ребята, а еще весна, и она началась. Пока еще в это трудно поверить, правда, пока еще прохладно. Но, ребята, первым признаком весны в Японии, например, является сахура. И сейчас метеорологи, ботаники, многочисленные туристы следят, ждут, не дождутся. Когда, наконец-таки, деревья расцветут. Там, кстати, даже синоптики, помимо погоды, объявляют о начале цветения этого замечательного дерева. Вот настолько важным событием является цветение сахуры в Японии. Это точно, да. И первые бутоны уже появились, кое-где даже первые цветочки распустились. Поэтому, если вы... Ой, аж карточка упала. Если вы, друзья, можете себе позволить поездку в Японию, съездить, посмотреть, как сахура цветет, то уже нужно билетики покупать. А еще в Японии реклама классная. Поэтому туда нужно ехать, смотреть рекламные ролики или до сахура. Реклама просто сумасшедшая. На самом деле сейчас на экранах появился самый популярный ролик. Они, кстати, рейтинги составляют. Самый популярный ролик, ролик не менее популярный. Вот этот самый крутой. Да, за год, да, за 2018, нет, в новом, уже в 2019, за месяц, самый классный рекламный ролик. Кстати, его нужно слушать со звуком. Мы можем сейчас услышать, что они там поют? Давайте еще раз со звуком послушаем. Вот такие пуш-пуш-пуш или пыш-пыш-пыш. Пыш-пыш-пыш-пыш, да, пыш-пыш-пыш-пыш. На самом деле жители Азии, они вообще отличаются такой развитой фантазией, очень яркой. И, ну, в этот раз изобрели что-то очень классное. О, да, в Китае научились распознавать преступников, вообще неблагонадежных личностей по походке. Ребята, ну, вообще-то да, правильно, потому что лицо можно спрятать под маской, например, да? То он надел, и все, и теперь уже никто не понимает какая-то. И все, а по походке, хотя система, конечно, устаревшая. Вот у нас вот давно Гарик Сухачев придумал уже, как Милова. Но он только Милова может распознать. А тут всех подряд. Абсолютно. Поэтому систему эту активность сейчас внедряют в службу безопасности. И действительно, по тому, с какой скоростью человек передвигается, как высоко поднимает ногу и ставит ее на землю, можно определить, кто это. Да, вот мне интересно вот что. А что, если все преступники начнут ходить в припрыжку, например, или еще как-то? Или, допустим, на руках. Вот на руках, если человек идет, реально пошел. Нет, ну все же могут на руках, если что, пройти. Нет, ну это же преступник, понимаешь? Он готовился к преступлению и интригировался. В общем так, а придется ли преступникам краснотарки на руке? Да, или можно босиком побегать по лужам, расскажет Паша Моисеенко. Паш, привет. Ой, я хотела бы, чтобы ты на руках пришел. Почему ты не пришел на руках? Я прям представляла, как я поворачиваюсь, а ты к нам идешь, понимаешь? Паша, если бы все делали все, что ты хочешь, это была бы другая программа. Другая жизнь. Да, и зрители были бы у нас другие. Вы правда думаете, что преступники на руках будут уходить с места преступления? Подожди, ну придумают. Лица научились закрывать, и эту систему тоже обойдут, наверняка. А я гангстера узнаю по походке. А это уже другая песня, Паш. Что с погодой? Короче, с погодой что? Если вы смотрели в окошко, вы могли заметить. Если не смотрели, я вам сейчас расскажу. Конечно, вы что-то делали на работе. Меняй походку, Паша, давай. Короче, это погодное. Говорить про сакуру, нет? Нет. Ну я же могу, чем мы хуже японцев. С сакурой все нормально, все цветет и пахнет. В общем, смотрите, облаков гораздо меньше, чем у нас было в конце прошлой недели. Все почему? В выходные, в конце субботы, в воскресенье пытался к нам прорваться так называемый азорский антициклон, зарождающийся вот здесь вот за плазмой, над водами Атлантики, который согревал в конце февраля всю Европу, Францию до плюс 20 согревал, и нас тоже пытался согреть, и поднимались температуры. Циклон от нас далеко, антициклон тоже уходит туда, в сторону Казахстана, и поэтому у нас температуры неплохие, довольно приятные. Где-то 8, где-то, может быть, до 10 тепла будет, и облаков сегодня мы ожидаем немного. Где-то, конечно, покапает, наверное, в большей части в восточных районах здесь у нас, возможно, и немного на побережье Геленджик, Туапсе, Сочи. В остальных районах мы осадков не ожидаем, они маловероятны. Давайте по температурам быстро пробежимся. Есть традиционно попрохладнее, 2,4, Тихорец, Кропоткин, около 5,4-6 тепла, в Майкопе, в Лобинске здесь также. На Западе чуть потеплее, ближе к морю, Темрюк, Славянск, на Кубани, 5,7 тепла. На побережье также у нас довольно неплохо, ну, комфортно. Начало марта давайте чуть-чуть потерпим, подождем более высоких температур. Вот в Сочи около 8, может быть, 9. Сегодня в Краснодаре давайте посмотрим, какие температуры ждут жители столицы Кубани. Плюс 5,7 это днем, возможно, покапает. Ну и солнышко мы тоже ждем ближе к вечеру, возможно, оно выйдет. И порывы до 9, такие слабые, до умеренного юго-западное направление. И давление было антициклональный характер погоды на выходных, поэтому оно повышено. Но постепенно оно снижается, и сегодня ночью, и завтра уже в норму придет. Ну а и, друзья, несмотря на любую погоду, просыпайтесь и пойте, как мы сейчас в хорошем утре. Доброе утро! Доброе утро! Я переверну весь мир, мне нужно лишь одно твое слово. Ты нами лишь повод каждый день влюбляться в тебя снова и снова. Мы любим вы истину с чистыми мыслями и беспрекословно. Душу предам, но не дам я тебя в объятию другого. Я перепишу историю нашей любви, как будто мы не знакомы. Ты одной улыбкой разожгла в душе пожар, остановить не в силах, я болен тобою. Мы тонем под волнами мыслей, останься со мной до рассвета. Ведь с тобой каждый момент лишь пролог, лишь начало нашего хэппи-энда. Я переверну весь мир, мне нужно лишь одно твое слово. Ты для меня лишь повод каждый день влюбляться в тебя снова и снова. Мы любим вы истину с чистыми мыслями и беспрекословно. И душу предам, но не дам я тебя в объятию другого. Я переверну весь мир, мне нужно лишь одно твое слово. Ты для меня лишь повод каждый день влюбляться в тебя снова и снова. Мы любим вы истину с чистыми мыслями и беспрекословно. И душу предам, но не дам я тебя в объятию другого. Я не отпущу тебя, не остановит нас расстояние и время. Ты стреляешь в сердце метко и держишь за руку. Крепко полетим с тобой над всеми, мы в небо. Мне кажется, словно восьмой, и пусть длится он до рассвета. Ведь с тобой каждый момент лишь пролог, лишь начало нашего хэппи-энда. Я переверну весь мир, мне нужно лишь одно твое слово. Ты для меня лишь повод каждый день влюбляться в тебя снова и снова. Мы любим вы истину с чистыми мыслями и беспрекословно. И душу предам, но не дам я тебя в объятию другого. Я переверну весь мир, мне нужно лишь одно твое слово. Ты для меня лишь повод каждый день влюбляться в тебя снова и снова. Мы любим вы истину с чистыми мыслями и беспрекословно. И душу предам, но не дам я тебя в объятию другого. Браво, браво, друзья! У нас в гостях Рудо, Рудольф Аванесов. Привет! Доброго утра! Привет, привет! Так, это супер. Тебе, спасибо огромное. Скажи, трек твой ты сам написал, сам создал музыку? Серьезно? Совершенно верно. А чем ты вдохновлялся? Честно скажу, я когда находился на первом проекте, песни на тенды, первый сезон, вокруг меня, естественно, было огромное просто количество творческих людей и очень много примеров того, как люди, вот просто даже многие, ну не имея каких-то музыкальных образований, там консерватории, колледжи, просто сами пишут песни и такие нереально крутые. И это вдохновило меня на то, чтобы, а почему бы не попробовать и мне? Слушай, а до этого, прости, давай ты, а до этого ты никогда не писал? Никогда, никогда? Никогда, никогда. Но у тебя большой музыкальный опыт, мы знаем. Да, в плане инструментов, я с пяти лет занимаюсь музыкой, у меня отец музыкант, да, с пяти лет занимаюсь музыкой, а отец меня учил играть на фортепиано, когда я еще был, ну, совсем маленький, даже до педалек фортепиано не доставал. Тут у меня написано военный оркестр внутренних войск МВД. Да, было дело. Серьезно? Пять лет находился в армии, внутренние войска МВД, военный оркестр, да, было дело такое. А сейчас играешь в ансамбль? Да, я также продолжаю играть в группе нашей Азекин, с которой мы ездили в первый сезон песен, мы продолжаем развиваться, готовим новые треки, постоянно совершенствуемся. А как круче, одному или с группой? Вот как вот тебе комфортнее? Ну, одному, в плане как исполнителя, то есть исполнять свои песни это одно, а когда в группе, в группе я, соответственно, играю на инструментах, то есть это дудук, это фортепиано, кларнет, и там это все мы совершенствуем, мы делаем вкусняшки такие, скажем. Спасибо тебе огромное. Друзья, следите за творчеством этого, да и талантливейшего человека. Да, и красивейшего, да, вообще просто очаровашки, да, вот такое утро. Да, ну, кстати, еще раз послушайте его трек, можете зайдя, зайдя, зайдя на наш сайт. Да, купай24.tv, сделайте это обязательно. Ну, а прямо сейчас наше хорошее утро продолжит такое маленькое. Шустрыки, шустрыки, шустрыки. Шустрое утро. Доброе утро, наши маленькие телезрители. Привет, ребята. Сегодня в студии Денис, Арман и я, Кристина. А все вместе... Шустрое утро! Друзья, наступила весна, и я предлагаю вам немного пофантазировать. Представьте, что для вас весна, да, вот какой это может быть сказочный персонаж. Ну, я представляю сразу девочку в каком-нибудь легком платье с цветочками. Так, Арман? Ну, даже не знаю. Ну, ты пофантазируй, фантазируй. И фантазия не развита. Ну, вот весна, давай вместе с тобой. Вот я тоже согласен, это какая-то девочка. Это время года. А ты молодец, давай пять. Капитан очевидность на шустром утре. Так, смотри, весна, это все-таки девушка. Мне представляется, что у нее какие-то такие светлые волосы, вот почти как у Кристины, да? Либо могут быть рыжие, хотя рыжие это все-таки к осени, поэтому пусть будет светлые. Так, Арман, давай, какого цвета на ней будет платье? Красное. Почему красное? Красное, это больше к осени относится, а у нее должно быть такое весеннее зелено-голубое, да, платье? Так, и на ногах у нее что? Туфельки. Туфельки? А мне кажется, что она может быть босая. Босая, представляете, такая в поле, идет весна, и все сразу расцветает, птички поют. Неплохо? Да. Да? Отлично. Ну что, давайте сейчас спросим, что думает Шустрик. Шустрик, расскажи нам свои интересные факты. Привет всем моим путешественникам. Это Шустрик, и сегодня я расскажу вам про город Кейптаун. Кейптаун – второй по численности населения город Южноафриканской республики. Он расположен на полуострове у мыса Доброй Надежды, возле подножия горы Тейбл Маунтин. Его центр достаточно невелик и зажат с одной стороны Столовой горой, а с другой – заливом Тейбл. Главная достопримечательность Кейптауна – его символ, знаменитая Столовая гора. На протяжении многих лет ее неповторимый силуэт встречал мореплавателей из дальних стран, стремящихся в долгожданную бухту Кейптауна пополнить запасы воды и продовольствия. Также в Кейптауне масса интересного и уникального. Самый большой аквариум Южного полушария, самые старые здания ЮАР, а также знаменитый стадион Кейптаун Стадиум. Это все, что я хотел рассказать вам про этот замечательный город. Мое имя Шустрик. Путешествуйте, друзья! Дорогие телезрители, а в честь Дня детского телевидения мы проводили кастинг в нашу программу и хотим с вами поделиться, как это было. А потом посмотрим рубрику «Серьезный вопрос». Нашему проекту уже более 15 лет. Первые ведущие программы уже закончили школу и даже университет. Мы продолжаем искать новых звезд экрана. На этот раз площадкой для проведения масштабного кастинга стал один из торгово-развлекательных центров Краснодара. Претендентам на роль ведущих было предложено ответить на различные вопросы. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Меня зовут Злата, и мой вопрос – что делать, если влюбился? Я считаю, что не нужно бояться и подойти к этому человеку и признаться в своих чувствах. И я думаю, что этот человек ответит вам взаимностью. Что делать, если плохое настроение? Нужно подойти к зеркалу и сказать, что у меня все получится, или просто улыбнуться. Имя – Давид. Если бы с неба шел дождь из этой еды, что бы ты хотел? Я хотел бы мороженое. Почему? Потому что мороженое сладкое. Солнце – это большая звезда. Солнце – это такое яркое. Круг такой яркий. Солнце – оно круглое. У него такие вот лучи. Такая круглая звезда большая нашего, нашей Земли. И она греет нашу планету, чтобы у нас было всегда светло. Солнце печет, чтобы было света много. А когда уже вечер, то половина круга остается. А когда ночь, тогда полмесяца уже. Дома Солнца нет. Оно есть в космосе. Солнце ночью уходит на другую планету. Ну вот, представьте, это Земля, а вот это Солнце. У нас крутится Земля. Она переворачивается. И на другом конце Земли, то есть наступает утро. Потом оно еще поворачивается, поворачивается, поворачивается. И у нас утро опять. Зимля движется, а мы не знаем об этом. Когда она двигается, Солнце остается на месте и переезжает вниз. Семья, а мы наверху сейчас. Солнце живет все-таки. Ночью Солнце улетает в облако. Я не люблю ночь, потому что надо спать. Кстати, когда зима, у нас холодно, холодно. У нас долгая ночь. А когда тепло, у нас короткая ночь. Если солнца никогда не было, то тогда деревья не могли васти. Куменика не могла васти с капустой. Молковка не будет свежей. Ну и все. Нет, мы без Солнца не сможем жить, потому что Солнце нам освещает. Если бы не было Солнца, все бы не видели и как будто были слепыми. Дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Ребята, подписывайтесь на наш инстаграм, оставляйте комментарии под последними публикациями. Для меня весна – это ссылка на экране. С вами было «Шустрое утро». До встречи. Пока. Пока.